Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Конфликты. Это мы решили озвучить, попросили занятие, которое я вел с 91 года в Потеряевке, по тематике. Это где собирались в лагере, около балерины, такое у меня сооружение есть. Что такое конфликты? Сегодня поговорим о конфликтах. Если они нужны, как их расплодить? А если не нужны, то как их устранить? То есть нас интересует всегда мнение Божие, как на это смотрели святые. А дальше уже наши возможности. Каждый исходит из того, что есть, к чему стремиться. Первый конфликт был на небе между Богом и Люцифером. Люцифер переводится как Сын Зари, значит Светлый. В дальнейшем, когда Бог его оттуда низвергнет, он будет называться Сатаной, Сатаниилом. Об этом говорится у пророка Исаии в 14 главе, у Иезекииля в 28 главе, подробное описание и в 12 главе Откровения. Вот три места в Библии, где говорится о том, кто он такой. Устранить совершенно конфликты невозможно, как и болезни. Господь говорит, что и вор, и ржа будут истреблять. И вот сегодня каких только не придумали систем, как предотвратить ржавчину. Мне приходилось работать на базе ремонта подводных лодок. То есть выше, лучше борьбы со ржавчиной нигде нет, как на подводных лодках. Как там зачищает, какие специальные растворы человек приходит, раздевается и переодевается в другое. Ни одной капли краски вынести нельзя. Вот таким секретом краска, который покрывает после зачистки поверхность, зачищает так, как будто сегодня металл вышел из плавки, а потом красит. И несмотря на это ржавчина пробирается все равно. От гнили не можем это дерево защитить. Смотрите, столбы кажутся пропитанным криозотом, но все равно гниют. Все гибнет от ржавчины, от вора, от моли. Люди говорили, что когда-то от них избавятся. Нет, не смогли избавиться на сегодняшний день. Воровство растет сегодня особенно быстро, и техника никогда так нержавела, как сейчас. То ли из-за покрытия дорог солью, но у машин съедает коррозия весь низ, так и конфликты. У нас конфликт с окружающей средой, конфликты между собой. Какие причины были возникновения конфликта на небе? Мы не знаем, и святые отцы говорят, что это является великой тайной. На небе полная чистота. Это не то, что на земле. Тут недовольны большей частью руководителями, воспитателями, учителями. Сам ничего не делает человек, а критиковать умеет это очень легко. Он сам не может ничего организовать, вывести из прорыва страну, поле. Например, скажет, на каждом поле растут сорняки, а у тебя? Ну, про это не будем говорить. Но почему на небе именно возникло, когда не было никаких претензий к Богу? Ведь бунт был именно против Бога, не против человека. Оказывается, дело в желании стать на место Бога. Вот она причина. Второй касая. Этот конфликт мог быть устремлен. Мы этого тоже не знаем. Знаем только уже результаты. Иногда говорят, а если бы не было дьявола, а если бы Адам с Евой не согрешили, как бы история человечества пошла? Мы не знаем. Но, например, знаем, что если бы коней не было, то история мира пошла бы по-другому. Это мы знаем определенно. Не было бы конницы Македонского, не было бы вторжения в другие государства, стремительного и быстрого передвижения, не было бы и революции, потому что конница Буденного все здесь совершила. Результат конфликта нам известен очень хорошо. Тот, кто устроил этот конфликт, тот увлек третью часть ангелов. Количество ее это неизвестно. Думаю, что это несколько миллиардов. И они все поверили, что основатель этого конфликта очень умный, умнее Бога. И он по-другому дело повернет. Он не извергнет Бога. Как сатанисты говорят, сегодня есть такие секты, что будет страшный суд. Все по Библии. Но только Христа сатана свяжет и будет править. Откровение. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и повернув на землю. Дракон сей стал перед женою, которая надлежала родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. Эта идея по-прежнему жива. И такие люди, сатанисты, сплошь и рядом здесь возникают. Повесилось 30 с лишним молодых людей в Тюмени. Я вам газету присылал, где об этом написано. И только сам отец-следователь, читая дневники сына, узнал, что они все, вступая в секту, знали, кому чья смерть. Кому чья очередь. Шли в подвал, ему накидывали петлю, он складывал руки, его вешали, на него писали. Миша, Дима, мы встретимся с тобой там-то. То есть переход в царство сатаны. Но и в самом деле это царство сатаны. Последователь его находится в конфликте с жизнью, в конфликте с родителями. Первый конфликт был не разрешен. Не был. Не был разрешен, но был на небе прекращен. Он продлился на земле. Откровение. Итак, веселись небеса, обретающий на них горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Горе, то есть распространение конфликта, чревато горем. Спрашивается, почему Бог его не прекратил? У архиепископа Нафанаила в этом году я впервые нашел такую интересную мысль, инующим из святых отцов. Он говорит, что Бог дает развиться злу, чтобы показать, что из него выйдет. Например, люди говорили, что кабы не царь Николай, а были бы из нашей среды правители, то был бы лучше. И Бог дал царя, расстреляли. Будет из вашей среды. Придет Ленин, придет Сталин. И они показали, что они умеют делать. Развратили людей, погубили страну, все развалили. Вор на воре, наркомания, преступность, беднота, нищета, извращение образа жизни. Уничтожение самого человека. Ну что, убедились? И Бог дает развиваться злу, чили сатану, чтобы люди могли увидеть, что сатана не может сделать ничего, что обещал. Это доказательство на земле идет 7505 лет. Что ложь ничего не созидает. Вначале как будто идет хорошо. Оголтелые чувства о свободе повращают разум. А результат всегда один. И что же? И тот же смерть. Дьявол есть кто? Человека-убийца и лжец. Евангелие Теана, 8 глава, 44 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 1 Иоанна. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Значит, Бог дал свободу действия. Свободу смутам, революциям, бунтам и доказательства налицо. Проросло все, что мы сегодня видим. Первый конфликт между Богом и Лицефером не завершен. Он будет завершен в судный день, когда дьявол и лжепророк будут сброшены в озеро огненное. Разрешение конфликта наступит там. И врата Царствия Небесного не будут запираться, ибо врагов нет, все будет уничтожено. Книга Откровения. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое. Дьяволу не дано покаяние. Он не может покаяться, он может только искушать. Это назначено ему. Он к этому стремился и будет стремиться до последнего дня. Второй вид конфликта между Богом и людьми. Опять бунт против Бога. Конфликт возник во имя лжи. Дьявол в образе змея, когда подошел к Еме, то он хотел доказать. Нет, не умрете, но будете как боги. То есть, эта идея подобится Богу, стать равным ему, переносится на землю. Сяду в сонный Богу, а буду подобен Всевышнему. Не сумев это осуществить, на небе дьявол переносит это на землю. Ешьте, будете как боги. Ложью там не спроверг. Ложью вывел человека из рая и здесь. Возникший конфликт разрешение находит. Опять же, уничтожение человека. Там уничтожение дьявола, здесь уничтожение человека. Почему? Ни там, ни здесь не было перенесено покаяние. А если бы дьявол на небе пал на колени, пролил слезы и сказал бы, прости, Господи, одурел я, ты и так дал мне много, я самый красивый из всех, ближе всех к престолу, прости меня. Как бы развивалась история. Мы не знаем этого, но то, что бог кающихся принимает, это мы точно знаем. Иоанна 6, 37. Все, что дает мне отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. То есть, Библия наполнена такими местами, где искреннее раскаяние ставится на первое место. И нигде никакого бог никогда не отверг. Вот это нужно запомнить. Никогда, нигде, никого. А как же хула на Духа, в которой нет прощения? А если попросил, значит хулы на Духа не было. Вот так определяется. Тот, кто похулил Духа Святого, тот не приходит с покаянием. Это надо запомнить. Иногда люди стремительно страдают. Смертельно. А, смертельно страдают. Готовы умереть от того, что похулили Духа Святого. Они готовы умереть. Их чувства раскаяния мучают. И плачут, и плачут. Священник должен убедить их, что они не похулили Духа Святого. Что этот дьявол прицепился, нашептал. И человек подумал, ты хотел эти слова говорить? Не хотел. Я не знаю сам, как они вырвались. Я в Духа Святого изматерился, ругался. Но если покаяния есть, значит хулы не было. Вот это определенно. Итак, Господь выносит приговор с небольшой надеждой, говоря о бытие. От древа познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Итак, человек, захотевший стать равным Богу, в землю превратился. Земля ты в землю возвратишься. И вот развратилась земля перед потопом. Как эта земля развратилась? Ян Златоуст говорит, что землю Бог называет людей. Мы просто земля, грязь. Не земля, а землею. Землей Бог называет людей. Мы просто земля, грязь. Все наше самое ценное, весь наш гонор перед Богом ничто. Бог говорит, Псалтиль, Сыны человеческие только суета. Сыны мы же ложь. Если положить их все на весы, Все они вместе легче пустоты. Все народы подобны слюне. Одному плевку, третьей ездры. О прочих же народах, провещающих из Адама. Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне. И все множество их ты уподобил каплям, каплющим из сосуда. Да как-то обидно даже. Мы такие красивые, хорошие, грамотные. Столько у нас хозяйства. И подобный плевку между Богом и людьми конфликт с разростью продолжается семь с половиной тысяч и пять лет. Выход в покаяние. Для устранения этого конфликта с неба сходит Сын Божий. И вот мы смотрим историю. Историю не советскую, а историю мира в Библии. И видим, что ложь порождение дьявола. И что никогда и нигде ложь не приводит к торжеству. Вначале да, а в конце она будет побеждена. Нигде никогда ложь не будет победительницей. И уже на земле мы этого видим. Какую систему создали коммунисты. Сказать страшно. Этого не мог ни нерон создать. Никто. И 70 лет пляска смерти была на русской земле. Пляска дьявола. Разрушены храмы, культура. Запрещены Достоевский, Есенин. Все запрещено было. И наконец рухнуло все. И сейчас идут конфликты по всем окраинам. Казахстан, Чечня. Всюду и везде гонят русских, как источник зла. Хотя, конечно, источник зла не русский. Но через русских зло проявилось. И их в первую очередь это касается. И Латвия. И все отказывают нам гражданство. 25 миллионов наших отца отечественников оказались выброшенными не только из России, но и вообще из жизни. В России им не дают гражданство. Не дают. Не дают гражданство. И там они никто. Итак, устраняется конфликт только покаянием. И тогда наступает примирение. Разберем, что такое покаяние. У нас есть такой материал о покаянии в книге к истинному православию. Когда я готовлюсь, я рассматриваю все эти материалы. И далее для разрешения конфликта с Богом необходимо истинное крещение. Что такое истинное крещение? Обещать Богу добрую совесть, покончить с прежней греховной жизнью и начать новую, обновленную, святую жизнь. А крещение тоже на материал есть в той же книге. Какие для этого есть средства? Не просто сказал, что виноват. Татьчас в воду и пусть меня брат какой-то покрестит. Для этого есть правила, установленные Богом. Каноны церковные. Каноны существует сама церковь. В которой есть священство и таинство. Без причащения не спастись. А кто недостойно причащается, тот ест и пьет в осуждение. Значит, нужно выбрать именно то, что должно. А некоторые думают так. Кто недостойно причащается, тот ест и пьет в осуждение. А я не буду причащаться тогда. У нас бывает такой способ разрешения конфликта. Если берут большой налог со скотины или поля, а я тогда не буду держать. Конечно, это наше право. Но следствие этого смерть. То не буду, это не буду. А если что-то надо, ты идешь воровать или еще что-то делать. Средство кончается и смерть. То есть дьявол подбил именно на это. А как же устранить конфликт? Устранить, согласно правил, какие существуют. Правило это то, что ведет к жизни вечным. Это те вехи, которые стоят на пути. Например, ты заблудился. А если бы через метр стояли вешки, как в сферных странах, где веревка натянута от столовой до казармы, если внезапно летит ветер, все скроется. Иди куда хочешь. Без веревки ни шагу нет. Для нас эта веревка, этими вешками, является канонное правило. Конфликт между Богом и человеком устраняется только путем, указанным Богом. Никаким другим. А если бы родились мы в исламе или в буддизме, тогда что, нам путь закрыт? Открыт. Ты мог бы путем исследований прийти к истине. Оказывается, и в исламе, и в буддизме рожденные, и ищущие приходят не куда-то, а в православие. Иные уходят куда-то в секты какие-то, но иные уходят в православие, как Серафим Роуз. А если один нашел, то этот один на суде Божьем обличит всех. Он скажет, я смог найти, могли найти и вы. Третий вид конфликта – это конфликт между людьми. Тема конфликта почти вся переносится на это. Как и заповедь о любви к Богу. На заповедь любви к ближнему. Апостол Павел сводит эту заповедь к одной. Глатам 5.14. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. В этом все. А Боги даже не поминают. В этом Бог. Но делать это надо ради Бога. Конфликт между людьми возникает по самым разным поводам. Я хотел найти их количество, и из-за чего они возникают. Оказывается, невозможно это сделать. Есть только примерная статистика. Вот человек заканчивает жизнь самоубийством. Какие причины ведут его к самоубийству? Он вступил в конфликт с жизнью, с окружающими. Понял, что его не любит никакая собака. И решил покончить жизнь самоубийством. Причин для этого существует 90-980. А способов покончить с собой. А этих способов около сотни. Не просто надеть веревку или ремень на шею. А некоторые делают так. Связывают себе руки и ноги. И привязывают себе взрыв-пакет. И прыгают с моста. И в воде взрываются связанные. То есть такая гарантия смерти. Причин к самоубийству в 10 раз больше, чем способов рассчитаться с жизнью. Это социология. Суицидные науки. Они этим занимаются, подсчитывают, берут мировые данные. Точно. Также между людьми возникают конфликты по самым разным причинам. Вот сейчас мы сидим за столом. И причин для конфликта сейчас у нас не счесть. Первое. Один из нас не разулся. А все остальные разулись. Все пришли носками по грязи. И говорят. А почему ты не разулся? А у меня ноги мерзнут. Ну ты бы сказал. Мы же договорились сегодня разуваться. Да пошли вы. Другое разрешение конфликта. Я куплю вам самые хорошие носки. И всем подарю. Конечно. У нас это возможно. Другое. Я все вымою. Или все линолеумы заменю новым. Паркетным каким-нибудь. Другое. Извиниться. Пока не могу ничего простить. Простите. И каждый день смотреть в глаза ближнего. Простили или нет. Другое повод для конфликта. Написано. Не облокажется на стол. Один облокотился. А другой сделал замечание. А можно было не делать этого замечания. Другое. Женщины должны быть в платочках. А некоторые пришли у нас без платков. И ни по форме. Ни под булавочку. Так это только в церкви. А можно выцепиться за это? Нет. Это всегда должно быть. Это уже конфликт. А ты не слушаешься. Только по-своему. Распустила тут космы. Кикимыра огородная. А если все забудем. А возьмем только то. Что у нас сейчас за столом. Тысячи. А если взять еще по хозяйству. Да если еще дети по соседству. Кто кого обидел. Кто пожаловался. А если еще и скотина есть. У одного с собакой лает. Покой он не дает. Моя собака когда хочет. Тогда и лает. Иди отсюда. У меня свой жеребец. Когда хочет срывается. Гуляет. Городите огороды. Чтобы к вам не забегал. А как разрешать такие конфликты? Только так. Правила. Я напоминаю о том. Что есть страны. Которые считаются культурными. Высокоразвитыми. Такие как Япония. Америка. Что более всего меня удивило. Во всей Америке. Умеется ввиду стадионные штаты Америки. Я видел сотни собак. И ни одно без привязи. На привязи я не видел. Только прогуливающихся. И однажды видел. Пять штук. Женщин вела. Везде знаки. Нарисована собака. Сзади человек с совочком. И цифра 100 долларов. То есть если наложила твоя собачка. То 100 долларов выложи. А у нас невозможно. Все клумбы загажены. Дети играют в песочнице. Все загажено. Сколько покусано людей. А существует правило. Есть собаки. Которые кусают. И нас. У нас почтальонов. Мы скажем тысячи. А в Америке. Такие же собаки. Еще более злобные. И придумали самые разные способы. Например почтальон. Не заметил собаку на привязи. А у него в кармане. Специальная конфетка. Он ее сразу достает. И бросает собаке. У собаки. Зубы склеиваются. Ровно на полчаса. Полчаса она может только мыть. И ни разу не залает. Нам бы таких конфеток. Надавали здесь. Чтобы некоторые люди урок получили. Разные разные способы придумывают. Например у нас про голубей. Ничего не придумали. Как только уничтожать их. Травить. А там им дают особое лекарство. Они делаются бесплодными. В один год они уменьшаются наполовину. Потом еще. И остается столько. Чтобы памятники не загаживали. У нас никак нельзя. Придумали отстреливать голубей. Прямо на церквах. А там сделали какие-то отпугивающие устройства. Батюшка был в Германии. И залез там какой-то зверек. Ласка. И перегрыз какие-то провода. Батюшка говорит. Я сейчас капкан поставлю. Поймаю. Что ты? Тут такой штраф наложат. Есть специальный прибор. Который отпугивает. Нельзя уничтожать. Это животное охраняется. Так никто не выйдет. Что я его... Я его... Я ночью его и зарою. Нет. Никак нельзя. Это законопослушные граждане. Переходить на красный свет нельзя. А советский глянулся. Машин-то нету. А немецкий школьник стоит. Аж ногами сучит. Сучит. Написано сучит. Ну надо сучить. Давай. На одном месте. Идти нельзя. Все стоят. А советский попер. А этот шельмец оказывается по-русски умеет. Давай, давай, дядя. То есть, такое может только русский, советский офицер, который был в Германии. Законопослушания у нас нет. И когда скажешь, что есть там такие строгие законы, что за третье воровство пожизненно, а в Тунисе отрубают руку, а на третий раз голову. Мы говорим, какие жестокие люди. А воров нету. А мы губим все через то, что такие вот послабления. Устранение конфликта возможно. Первое. Мы молчанием. Второе. Покаянием. А чтобы они не возникли, должны быть правила. Уставы, регламентирующие жизнь. Вот здесь должно поступать так. И на этом все. Не включать бесовскую музыку. После 11 в городе громко никакую музыку не включать. Такие правила существуют. Сегодня более строгие штрафы. Нельзя быть на дороге пьяным. Наложены очень большие штрафы. Конфликты бывают и между народами. Не только между людьми, но целые нации конфликтуют. Я остановлюсь на общеизвестном Карабахском конфликте, который вылился в войну. Чеченском конфликте. Они грабили поезда. Никому не подчинялись. Правительство вынуждено было вести регулярные войска. И началась полномасштабная война. С бомбардировками, с ракетами, ударами внутри страны. А как же в Америке, если бы такое началось? Давайте посмотрим. Мальдивские острова. Читали? Читали. Возник англо-аргентинский конфликт. Что они сделали? Выслали армаду кораблей и задушили. Разбили на голову. И все. Вернулось на свое место. Гренада что-то зашевелилась. Кого-то не выдали с наркотиками. Американцы подкатили туда десант, корабли, разгромили все на голову. И все кончилось. Говорят, советские. Это делает самая цивилизованная нация. Курды не подчиняются даму Хусейну. Что он сделал? На полное уничтожение. Армяне поднялись за какие-то земли в турках. Турки издали законы истреблять всех армян и истребили их больше миллиона человек. Владимира Соловьева подробно об этом написано. Конфликт устранен мог быть. Для устранения конфликта Бог дает Библию. Советников, каноны, правила, конституции. Поступай, как написано. И в этом все. Непрерывно надо совершенствоваться, учиться. Вот у нас идет, если какой-то КАМАЗ по городу, за ним следом можно посылать войско. И оно незаметно пройдет, потому что за ним как дымовая завеса. А в Америке ни одной такой машины нет. Это ему будет стоить полгрузовика. Его сразу остановят за загрязнение окружающей среды. Подсчитать, сколько людей могли легкие отравить. Там накрутят. Есть для этого специальные организации. И ты, мил друг, заплатишь. А если я сумею доказать, сумеешь доказать и вернут. Но только сначала нужно заплатить. И никто не спорит? Нет. На это у них даже извилин в таких мозгах нету. Мне рассказывал моя сестра, как однажды остановил ее милиционер. И он говорит, ты нарушила правила 10 рублей штрафу. Я же не нарушила 20 рублей. Да я же ехала правильно, 40 рублей штраф. Она поняла, что следующая цифра будет 100. Скорее заплатила и все. Я видел, как штрафуют в Америке. Никаких глаз... Никаких... Глазок она не строит. Она не строит. Ничего не делает. Он ее на мотоцикле догнал и сразу квитанцию выписывает. Все. Она улыбнулась, села на машину, поехала, заплатила. Теперь ты можешь опротестовывать, говорить, а у него с собой пленка. Он покажет, как было. Нам нужны эти правила. А я не виноват, что у меня конь сорвался. Разговаривать потом будем. Сегодня месячный оклад в деревенскую казну. Мне нужна веревка. Но это потом уже. Это твоя проблема. А я тогда не буду держать коня. Ликвидирую. Ты волен сделать колбасу из него, шкуру продать. А я, если это... А я, если это... Это же другой вопрос. Спроси советника. Вот, включите эти правила, и потом уже все пойдет по другим рельсам. Иначе мы запрограммированы на то, чтобы нас обворовали. У нас все лежит, а люди все-таки видят, какие мы рохли. А если бы ты знал, что бросать нигде нельзя, и где много рук, вешай замок, как говорит Писание, у тебя бы не вытаскивали детали из трактора. Ты бы загонял в сарай. А потом бы он у тебя не стоял без магнета какого-нибудь. Посмотрим по всеми, у кого из-за чего были конфликты. Про ГИТИ везде конфликты были из-за земли. Раньше захватить больше. Договорились, никаких захватов не будет. Конфликт из-за земли последний год. Еще какие причины? Самые незначительные. А если были бы правила? Соблюдение правил пожарной безопасности уже устранило бы эти пять пожаров, которые не полностью вышли бы из-под контроля. Горел лес, горели дома, при том не свои, а чужие. Думая, что потерявки пожар будет очень серьезный. Потерявка просто в пепел превратится. Правила категорически презирают. А если укажешь, то отвечают. А вот он-то зажигал, он-то. Ну это разговор детский. Когда штрафуют, скажем, в Японии. А он скажет, а у меня сосед такой же, тоже на красную ехал. Плати в два раза больше. Ну и заглох и блух все. Мы люди, которые привыкли жить без правил. Размахивать руками и языком бесконтрольно. Один раз поставь себе, я не должен. Библия говорит так. Ты делал крышу, крыша там плоская. По крыше кто-то пошел и свалился. Хозяин предать смерти. Как совсем? Все, человек-то убился. Второзаконие, дострая глава. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей. Чтобы не навести тебе крови на дом твой. Когда кто-нибудь упадет с него. В Америке мне рассказывали такой случай. Девочка одна зашла. У них везде большие круглые бассейны. Может кубу на 70. И в них шла прочистка. Они его простали от воды. А девочка-соседка зашла, упала в бассейн и переломила позвоночник. Она зашла, открыла калитку. До этого она приходила. Там была вода. Она бы упала и ничего, может быть, не было. Судья присудил хозяевам бассейна всю жизнь, пока она будет калекой 50% или сколько-то платить. И они платят уже который год. А протестовать? Это утвердил Верховный суд. В другом месте гуляли студенты и вздумали купаться. И что интересно, в сейфе лежал ключ. Они открыли и взяли. Пошли в бассейн, один прыгнул и неудачно. И преподаватели, у которого лежал ключ, присудили платить штраф. Так он же и в сейфе лежал. Плохо закрыл. Нужно было закрывать так, чтобы не взяли. Так они пьяные залезли. Мало ли что лазят. Ты должен был закрыть, чтобы не попало. Вот так и ружьем доохранить. А у нас ружье лежит так, что ребенок взял и застрелил второго ребенка. Я свидетель. Брат брата застрелил. Думал незаряженно. Думал. А папа положил заряженное ружье, чтобы на всякий случай быстро стрелять. Все это потому только, что конфликты мы легко рождаем. А потушить быстро не можем. По себе посмотри. Умеешь ли ты конфликты быстро тушить? Вот возникла какая-то тревожная ситуация. Один из вариантов такой. Как у святых. Принять на себя. А Христос говорит так. Выговори ему. Лукасе на 100 глава. И если он покаялся, ты приобрел друга. А если не покаялся, то возьми двух или трех и при свидетелях ему выговори. Покается все. Опять друзья. А не покается? Скажи, пусть батюшка всей церкви объявит. Если теперь покается, опять друзья. А если и теперь не покается, все. Он чужой человек. Исключается из общины. Почему? А он остается в том, что ему дороже. В его гордыне, в его непокорности. Если это ему дороже церкви, то пусть он с этим и находится. Он сам добровольно избрал самого себя для себя. И с этим остается один. Мы говорили о межнациональных конфликтах. Для разрешения этих конфликтов сегодня есть международные организации, миротворческие силы, есть институт управления миром, который дает свои наработки, советы, каким образом устранить эту вражду. Что для этого необходимо сделать? Иногда бывает так, чтобы буря утихла, достаточно одного какого-либо главаря убить и все. Так, читаемый Савей, сын Бихри, поднял восстание. Иоав взял войска, поступил к городу, чтобы разрушить. Тогда восстает одна женщина и кричит. Скажи, почему ты решил этот город уничтожить? Второе царство. Я из мирных, верных городов Израиля. А ты хочешь уничтожить город? И при том, мать городов Израиля, для чего тебе разрушать население, наследие Господне? Которые какие, мать русских городов? У вас там находится предатель, который поднял восстание. Она собрала старейшин и говорит, вы слышали, что будет? Сейчас же, Савей еще стоит. Я приказываю. Ты уже не приказываешь, схватите его. Женщина говорит, схватили. Отрубите ему голову. Она взяла голову, со стены бросила. Достаточно? Достаточно. Войска отведены, город спасен. Конфликт был устранен одной головой. Он поднял восстание, весь город за него. Но вот на карту поставлена жизнь всех людей. Пойдем мы на это или нет? А мы собственную амбицию и свой гонор не можем отрубить. А было и будет. Да не должно этого быть. Это среди нас можно гордебачить. А в другом месте тебя живо корят. Укоротят. Укоротят. Прекратите это. Сядьте в спокойной тихой обстановке. Начертите на листе. Почему у меня возник этот конфликт? Почему у меня не однажды, не дважды, а многократно это получается? Посмотрите, как его устранить. Давайте посоветуемся. А какой вариант лучше? Найточнейший, навернейший. А если бы забодал человека, то убить и быка, и хозяина. Исход 2-го. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть. А если хозяин вола не виноват, а если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его был извещен о всем, не истерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Вот уже две смерти и неразрешимость конфликта разрешается смертью. Он устраняется, выжигается, и это повеление Божие. Оказывается, что покаяние дает возможность без пролития крови устранить конфликт. Возникло много конфликтов из-за неправильного понимания Библии. Те люди, которые отделились от церкви, создали отдельные секты. Они сначала входили в конфликт. Таких конфликтов было несколько десятков тысяч. Тысячи и тысячи и тысячи сект. В одной Африке только около шести тысяч. И у каждой есть свое название. Церковь Христа, библейские христиане, голговские христиане, Эмаус, Стефановы, Павловы, Кифовы. Таких, каких только нет. Первое коринфяном. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, а я Полосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за нас? Или в имя Павла вы крестились? О них только старообрядцев, без поповцев, 48 названий. Решать эти проблемы можно 19 правилам 6 Вселенского Собора. Библию предупрещается толковать, вопреки толкованию святых отцов, уже принятого на соборах. Конфликты бывают между правителем и подчиненным. Но это уже не маленький конфликт. Один из императоров разрешения... Один из вариантов разрешения бежать. Я скажу, что потерявки, а потом я посмотрел и в других местах. В памяти восстановил другие случаи и выявил, что первое, ропот, недовольство, хамство. Начинает судить, вести закулисную игру, кухонные разговоры. Кухонные, да. Кухонные, может быть. Кухонные. Еще тут нарушу-то. Кухонные. Кухонная посуда, не кухонная же. Второе, таиться, прятаться, не приходить ни на занятия, ни в церковь, ни на собрание. А третье, бежать. Бегу, все продаю, будьте вы прокляты здесь окаяны, знать вас не знаю. Три ступени, сработал или бежал. А если бы Бог не дал возможность бежать дьяволу с неба, то такой конфликт никогда не был бы разрешен. А если бы была другая планета, и Адам ушел на другую планету, вышел из-под влияния Бога, сумел бы бежать. Сумел бы бежать? Сумел бы бежать? У Адама так и было. На втором этапе он спрятался. Бог его ищет. А где ты, Адам? Он спрятался, а еще был голый. Пойди, видно, было его из-за кустов. Еще пятнистая форма не найдет на себя. Так и разрешение конфликта между царем и подчиненным. Таково. Не покидай начальствующего, не беги, разреши конфликт там, где ты есть. Не уходи от лица господина твоего, как Соломон говорит. Не покидай его. То, что ему требуется этому господину. Ты узнай. И если он совершенно не дурак, то он должен понять, услышать. Конечно, такой как Нерон ничего не слышал. В примере, дважды, однажды возник конфликт между пастухами Лота и пастухами Авраама из-за пастбища, из-за колодца. И сказал Авраам Лотом, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими, и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля под пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево. Конфликт серьезный. Как у нас с Корщинскими. Из-за пастбищ. Из-за этих загонов сколько мы конфликтовали. И мы решили, каким путем? Обратились к властям. И земельный отдел должен приехать и поставить межевые столбы. Межевые столбы. Межевые столбы. И если сейчас они гонят сюда свои стада, то каждый раз пишите бумагу. Все фиксируйте. Результат будет. Никто не верил, что их загоны мы уберем отсюда. Вспомните, когда война эта началась у нас. Что тут было? Какой рев стоял? Председатель говорил, ни под каким видом не уйдем. Ушли, разломали, перенесли за 4 километра от нас. За Андреяшин лог утянулся змей со своим чешучатым хвостом. Сейчас они опять напирают на территорию, а территория отдана нам. Все теперь нашим. Авраам как разрешил спор. Он был очень добр и сказал, выбирай себе пастбище. Иди в одну сторону, а я в другую. И конфликт разрешился дальше. Дальше. Бытие. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня. Здесь говорится, что Иаков вступил в спор с Лаваном, дядя его. Был спор, Бог вступился, но Иакову пришлось бежать. Сначала он тайно предупредил жен. Было недовольство. Тайно замыслил и третий бежал. Но это редчайший случай, когда это было от Бога, Второе Царство. И вставал Ависсалом рано утром и становился при дороге ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Ависсалом подзывал их к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда вот тот отвечал из какого-то, из такого-то колена, Израилева, раб твой, тогда говорил ему Ависсалом, вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Ависсалом, о, если бы меня поставили в суде в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он спорас простил руку свою и обнимал его и уцеловал его. Так поступал Ависсалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Ависсалом в сердце израильтян. Говорится о разрешении спора. Подробно прочитайте эту историю, как Бог строил людям дорогу без конфликтной ситуации. Приходили люди и разрешался спор в одном месте. И как этим подлый человек воспользовался и погубил многих, и погиб сам аватюриста Виссалом, поднявший войну против родного отца, чтобы завладеть его престолом. Трича Соломона. Первый в тяжбе своей прав, но приходит степерник его и следовать его. Жребий прекращают споры и решают между сильными. Говорится, что конфликтная ситуация иногда разрешается путем бросания жребия в шапку. Конфликт возникает по самым незначительным поводам. Иван Глядлуки. Был же и спор между ними. Кто из них должен почитаться больше? Споры о старшинстве. Споры, конфликты из-за закона. Как персты сложить? Два перста или три перста? На пяти просфорах или на семи служить? Или просфорах? И сколько времени идет борьба? У иоанновых учеников произошел спор с учениками Христа. Почему они не постятся? Почему у нас служба идет три часа, а эти окаянные никоняне за один час отмолились? Но такой спор был. Он понятен. И разрешился он очень просто. Там, где Господь, длительных молений оказывается и не требуется. Я с вами присутствую. Не потому ли мы так долго молимся, что в убыденной жизни Христа не находим? Не потому ли видим сны, кавычка, пророческие, что Бог просто времени не находит с нами поговорить? А уж когда лежим, тогда Бог начинает потихонечку с нами разговаривать. У нас просто нет времени с Богом побыть наедине. Может, поэтому и такие ситуации складываются, что мы их не можем разрешить. Деяние, 6 глава. «Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликеи и Асии вступили в спор со Стефаном. Спор из-за определения истинного учения, деяния. Но когда идет спор об учениях и об именах, и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом». 1 Коринфянам. «Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по-человеческому ли обычаю поступаете?» Титул. «Глупые же состязания и родословия и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. От споров удаляйся». Видишь, что спорит человек и ничего не понимает. У него одно только и есть. Что это его глотка луженая. Отойди от него. Горе, если у человека еще и юмора нет. Бытие. «Говорится о том, что иногда следует уступить и сделать новое. Например, зашел спор на какой-то телеге, колесе. Мое, мое, махни рукой, в сторону отойди. Новое себе сделаю. Горе человеку, создающему конфликты». Порок Иеремия. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей». То есть, когда спор происходит по всяким разным пустякам. Порок Костя. «Но никто не спорь, никто не обличает другого, и твой народ, как спорящий со священником». Опасность спорить со священником. Запомнить это, ибо у нас, у некоторых, есть такая наклонность не выделять священника из своей среды. «Одинаково так же спорят с ним, одинаково так же хамят священнику, дерзят, как и соседнему алкашу Кочегару. Смотрите, горько пожалейте, не спорьте со священником. Одно дело, когда вопрос стоит об истине, о спасении людей, а о пустяках уступи, отойди. Помни, что в его лице ты можешь очень быстро скатиться до холла самого Христа». Писание говорит так, 1 Коринфянам. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, не церкви Божией». «Обычая спорить у верующих нет, ибо мы знаем истину. Мы должны сказать истину, Сирахов. Пустословие много клянущихся поднимает, поднимет дыбом волосы, а спор их затакают уши. Ссора надменных, кровопролитие, и бра несносна для слуха». «Несносна, четко, ясно». «Несносна для слуха». «Спорит тот, кто ничего не знает, а кто знает, тот возвращает истину». «Спорили с апостолом, но что апостола спорили не было, со Христом спорили, но он не спорил». «Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливается кровь. Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на нее, угаснет. То и другое выходит из уст твоих. Не стыдись вот чего, из лицеприятий не греши. Не стыдись точного исполнения закона Всевышнего и Завета и суда, чтобы показать правосудие нечестивому. Споры между товарищем и посторонними и предоставление наследства друзьям точности в весах и мерах. Много ли, мало ли приобретаешь без пристрастия в купле и продаже и строгого воспитания детей, и окровавить реброху дома рабу. «Не спорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай у дров под огонь его. Не шути с невеждой, чтобы не подверглись бесчестию твои предки. Не спорь о деле для тебя ненужном, и не сиди на суде грешников. Поставьте крестик, но заучить наизусть могут поджечь друг друга, дойти до рукоприкладства, взять палку, вилл меткнуть, что угодно. А когда там спорят товарищи между собой, то не стыдись этот конфликт разрешить. Если простят тебя... Просят. Просят тебя, а. У меня не раз было, когда с нашей общины приходили ко мне, Игорь Муравлев любил переводить. И все споры я всегда разрешал его пользу. Он всегда прав был. Он интересно брал людей, чтобы они торговали, но предупреждал, чтобы свое производство на этом базаре не открывали, не перебивали ему бизнес его. А они, когда начинали подниматься, средства появлялись, и каждому хотелось открыть свою лавочку. А то слово приходилось нарушать. А что он все захватил? Ты эти слова мог бы говорить, если бы сам пришел. А мне что, помирать? Другого выхода нет? Иди на стройку, работай. Но нарушать не можешь. Ты дал слово. Сираха говорит, не спорь с человеком дерзким на язык, и о деле для тебя ненужном. У меня было однажды в камере. Спорят, как правило, как правильно дрессировать собак. У одного какая-то шавка, и у другого. А я вижу, что ни тот, ни другой не прав. Я-то сам дрессировщик, собаками занимался, и мог бы и подсказать, и думаю. А для этого ли я тут сижу, чтобы о собаках рассуждать, и говорю себе, собака, съеди да молись. Тебя дрессируют сейчас здесь. Ты и учись. А так охота бывает слово вставить. И как бы я спор не разрешил, я ноживу врагов. Был однажды такой разговор, который привел к большим разномыслиям даже между апостолом Варнавой и Павлом. Конфликт иногда возникает и между святыми Варнава и Павел из-за Марка. Златоусты и Епифаний и Крилл Александрийские. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и у Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Конфликт создается как вожделение плоти. 1 Коринфянам. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Карнеги советуют разрешать конфликты с самоуспокоением. Например, возник какой-то конфликт и надо увидеть, что в этом хорошего. По крайней мере, в этот конфликт моя жена не втянулась. А если жена втянулась, хоть не подрались между собой, а если подрались, хорошо, что хоть суд не подали друг на друга, а если суд подали, хорошо, что судья этот спор уже разрешил, а если все-таки драка произошла, поблагодарю Богу, что тебя не ранили. А если ранили? Благодари Богу, что тебя еще не убили. А если убили? Благодари Бога, что ты один погиб, а не вместе с братом своим. То есть всегда нужно найти нечто лучшее. Сейчас вышли книги антикарнеги. Я Карнеги полностью не читал, но сразу был против его советов. Карнеги советуют находить способы безактивного вмешательства в спор и разрешение его. На соборах ерести изничтожались самым активным способом. В житиях святых описывается, как у одного святого было две кельи. Нему один попросился, пусти меня к себе в келью на три месяца, пока я себе построю. А сам поселился и не строит. Святой посылает ученика и говорит, иди скажи ему, чтобы уходил. А то уже шесть месяцев прошло и не думает ничего делать. Ученик к тому приходит и говорит, учитель привет посылает, интересуется твоим здоровьем и ничего не сказал. Возвращается и говорит, он сказал, что уйдет через два дня. Он уже вещи собирает. Ясно, что через два дня он не ушел. Учитель опять посылает, иди скажи, пускай скорее уходит, пока я сам не пришел с палкой. Ученик приходит к тому и говорит, учитель мой очень интересуется тобой. Вот прислал хлебы. Благодарю тебя за твои молитвы. Тот кланяется, радуется. Вернулся, учитель спрашивает, ну что, уйдет или не уйдет? Уйдет. Я шел, он уже последние вещи собирал. Проходит еще неделя, а тот раз не знает. Не собирается. Не собирается. Тогда учитель взял палку и пошел сам от молочивы как следует. А тот увидел в окошко, что хозяин идет, выскочил из Келли и говорит, как я тебя благодарю. Я не ушел из Келли, а ты оказался такой, что и Келли, оказывается, мне это подарил. И совершилось примирение. Так рассказывается. Но если бы это было даже и так, то построенное путем лжи царство все равно урухнет. А как нужно было сделать? Просто сказать. Ты дал слово, теперь выйди. А где жить? Давай подумаем. Может, другую Келли построим? Интересно, сказка составлена. Перемирились. А православным это очень нравится. Они прямо повторяют. Прямо лобызают такие вот рассказики. Особенно про Ахимандриты, Амбросию, Расова. Любовь к таким вот побосенкам. Под православной скорлупой. А эти рассказики антихристианские. По-христиански нужно так. Дал слово, держи. Молитва за весь народ, чтобы Бог устранил последствия конфликтов. Притча. Кто любит ссоры, любит грех. И кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Уметь прощать. А если не справился, то не поминать. Притча. Благоразумие делает человека медленным на гнев. И слава для него быть снисходительным проступком. Иаков. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленно молитва праведного. Екклезиаст. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Ты мог бы сам, как собака, залаять, а ты ее приструнил, и никакого конфликта не получилось. И каждый раз так делай. Исправься, попроси прощения и впредь не повторяй. Конфликты возникают из-за непослушания. И непослушание бывает разное. Непослушание человеку, непослушание Богу, непослушание правителям. Это сюда и входит. Второе коринфянам. Оружие воинствования нашего неплотские, но сильное Богом на разрушение твердыни. Ими неиспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Непослушание наказываемо евреям. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то, как мы избежим, вознерадев, от толиком спасений, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшим от Него. Неотратимость наказания за непослушание. Запомни одну мысль. Вещь, употребляемая не по назначению, губит из себя и окружающих. А как не по назначению? Для чего фуражка носить на голове, а не для того, чтобы подхватывать сковородки? Платочек, чтобы вытирать под носом, а не для того, чтобы после рукомойника руки вытирать. Вы знаете, как одни у нас карабин, с которым нужно лазить на столбы. Переменили веревки на ковре. Она натянула... На корове. На корове, а. Привет, пристегнули ее, а веревка натянулась. Она натянула, веревка порвалась карабином, кость разнесло в дребезги. А, коровы нет. Или не по назначению, трос схватили, оборвало. У нас на корабле было так, что один стоял на месте под лебедкой, где стоять не положено. Трос оборвался, и ему голову срезало, как бритвой. С такой силой летел. Велосипед предназначен для того, чтобы на нем ездить, не бревна возить. Смотришь, поломался опять. Мы даже часто не знаем, для чего существует какая-то посуда. Вещь делаем часто, что попало. Михей. И будет он мир, когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги. Мы выставим против него семь пастырей и восемь князей. Додумайтесь сами, что заключено в этом стихе к нашей теме. Послание к римлянам. Будут целые народы непослушно и создадут конфликты. Особенно опасные, дерзкие. Они не выходят из конфликтов никогда. Для них конфликт, как наркотик для наркомана. Приходит день, нужна подпитка. И десятки раз создают конфликт по одной и той же причине. Почему? Потому что не получили сдачи. Создают на одной границе непрерывные провокации. А это все устранялось бы, если бы закон ввели войска ООН. Как сейчас в Албанию. Миротворческие силы вошли и все спрятались. Никого нет. А то бы война и сейчас бы еще горела. Первая книга царств. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог в ведении. И дела у него взвешены. Это касается и мужчин и священников. Дерзость мать всех пороков. А мать рождает таких детей, которые произойдут и мать. Она проронила нещаянно слово. А ребенок ухватил. У Толстого есть рассказ. Как отец стал старенький. Изо рта все течет. Ему тогда и дали чашечку деревянную. Отвели за куточек. Потом сын смотрит. А его сынишка маленький сидит. И ножичком что-то скобыт. Сыночек, ты что делаешь? Ты тятя старенький будешь. Я тебя тоже посажу. И из этой чашечки буду кормить тебя. Им стало стыдно. Они тогда отца оттуда вытащили. И опять за стол посадили. Дети все фиксируют. Слов 93. Они израгают дерзкие речи. Величаются все делающие беззакония. Причем. Человек нечестивый дерзок лицом своим. А праведный держит прямо путь свой. Исайя. Вот вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Такого ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Второй Петран. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство. Дерзкий, своевольный и не страшаться злословиц высших. Нарушается Божья власть, особенно в семьях, власть мужа над женой. Это власть единственная, которую Бог дал в раю. В раю Бог не установил ни царя, ни прокурора, ни судью, а только власть мужа над женой. Слово мужа – абсолютный закон, а здесь непрерывная дерзость. Титу. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. Чтобы епископ не был дерзким. Дерзкие люди говорят самоуверенно, и это грозит опасностью. Если пророк говорит так дерзко, и это не сбывается, то его побивали камнями. Разрешение конфликта... Разрешение конфликта... Смертью. И никаких нострадамусов, кашпировских, ванг уже не было. Ванга тогда говорила, что в этом-то году прорвет Красноярскую ГЕС. А у меня на занятиях в школах поспрашивали про это. Псалом 72. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Порок Осия. Они обращались, но не к Всевышнему. Стали, как неверный лук. Пойдут отмечать нельзя их задедности языка своего. Это будет по смеяниям над ними в земле египетской. Эти люди не только создают конфликт, они уничтожают сами себя. Иисус Винсерах. В умении твоем он будет, как ты, и дерзко будет обращаться с домочадцами твоими. Дерзким бывает и квартирант. Сначала он тихим голоском умоляет, чтобы его приняли. А как только маленько оклемался, поднялся на ноги, все. Но ты же обещал соблюдать устав деревни. Ты подписался под этим. Ты просился соблюдать. И если бы это из нас вылазило в первый же день, то кое с кем бы мы больше ни разу не встречались, ни дня бы не жили. Сирахов. Не испорчил человеком дерзким на язык и не подкладывая дров на огонь его. От него лучше отойти, потому что там грозит пролитие крови. Сирахов. Виной женщины развратят разумных. А связывающаяся с блудницами сделается еще наглее. Винили черви наследуют его. И дерзкая душа истребится. Создатели конфликтов повинны смерти. Сирахов. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Лилей, дитя, и оно устрашит тебя. Играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним и после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности и не потворствуй, не разумя его. Нагибай вы его в юности и сокрушай ребра его. Да коли оно голода, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из поминовения тебе. Учри сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его. Приджеча 18 стих. Приходит прихоти и ищет несвоенравный. Восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы высказать свой ум. Поэтому никогда противоречий еще не знаешь. С приходом нечестивого приходит и с презрением, а с бесславием поношение. Что ни скажи, все ему кажется не так. Он самый умный, все знает, а остальные ничего не понимают. И дерзкий так рассуждает. Всего они не понимают. Может всего они не понимают, но кое-что они понимают. Поэтому изучая сельское хозяйство, технику, не ищите своего, это погубит филиппийцам. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Задание. Какие конфликты были у вас только в этом месяце? Из-за чего? Я вам подскажу. За нарушение только нашего деревенского устава. Есть люди, которые с легкостью создают конфликты. Так, как их за это никогда не наказывали достойно. Но они не могут устранить ни одного. Существуют специальные телефоны доверия, по которым специалисты отвечают, почему сложилась та или иная конфликтная ситуация. Почему так много развода? Почему дети бегут из дома? Почему дети обращаются в эти организации? Некоторые заканчивают жизнь самоубийством. Конфликт со всей жизнью. Со всем окружением. С учителями. Почему? Почему эти сатанисты сегодня погибли? Почему так много наркоманов? Причину этого можно сегодня найти. Людей не водили в церковь. Не познакомились со Христом через Библию. Когда была премьера фильма «Пречувствие» режиссера Кузнецова в Новосибирске, попросили выйти. И я выходил на сцену, чтобы ответить на вопросы зрителей и кинорежиссеров. Фильмов было несколько, кажется. Пять фильмов посмотрели, но выступили только два режиссера, а остальные не заинтересовали. И больше всего нам пришлось отвечать, так как этот фильм занял первое место. Одна женщина говорит, что она сейчас работает над темой детского самоубийства. Сама неверующая, но теперь уже стала что-то признавать. Она долго работала на телефоне доверия. Я заметила, что когда у меня накопилось 300 случаев самоубийства, то я ни одного случая среди неверующих не обнаружила. То есть они подходят к этому опытным путем. Одна женщина, разведенная, заинтересовалась, а почему все-таки жили, жили и развелись? Какая причина? И она сделала вывод. Девочку надо настраивать так, пока она сидит еще на коленях, что она меньше мальчика, что она ниже его, не равна ему, и когда выйдешь замуж, встань на одну ступеньку ниже. Она не с позиции веры, а с позиции анализа просто подошла к тому уставу, который дал и Югова в раю, праотцам нашим, до начала новой жизни. Благословение в этом искать. Как устранить конфликтные ситуации в семье? Она возникает, как правило, на малом. Часто эта ситуация разрешается только одним. Толчком, ударом. Дерзко, ничего не объясняя. А я сказал, и все. Иногда и это допустимо, но чаще нужно кое-что и объяснить. Конфликты, которые у нас возникают, правители пытаются разрешать, а всем угодить невозможно. Но война в Чечне так уже не идет. На чем у нас возникает конфликт с Китаем? Не знаю, но война должна будет быть. Мы не знаем, как российские войска сгруппируются, но они должны обрести былую мощь и пойти в другую страну, спустятся на юг через Афганистан. Как это будет, мы не знаем, но конфликт закончится возле гор Израилевых, на долинах и Асафатовых. Весь мировой конфликт в конечном итоге выльется в борьбу антихриста с верными. И исход битвы уже предрешен. Написано. И дана ему власть, и он победит. Нам заранее суждено быть побежденными. Мы все верующие знаем, что будем побеждены с позиций земной жизни, а не того, что люди потеряют веру. Но последний конфликт, который был на небе, он снова вспыхнет и будет прямым. Не через слуг, как сейчас. Святые с грешниками, злые демоны с ангелами, а прямо дьявол с Богом снова вступит в битву. И дьявол будет низвержен. И семя нечестий будет исторгнуто и брошено в озеро Огненное. И там будет плач и скрежет зубов. Последний конфликт, мировая трагедия. Армагеддон приближается. Мы просто стремительно внесямся к этой пропасти. Демоны зла, ада будут выпущены на свободу. Дьявол стремится к этой развязке. И заметьте, даже и у нас земли поза глаза. А из-за земли сколько было разговоров каждый год. С кем-то нельзя входить ни в денежные, ни в материальные сделки. Противопоказано. Поэтому не подходите. Вы всегда лезете к одному и тому же человеку у нас здесь. И всегда будет конфликт. С ними еще ни одного случая бесконфликтного не было. Не подходите к этому человеку. Обойдите стороной. Затягивает вас какую-то воронку. Есть дом, в который стекается все, как помойную яму. Приносится всякое зло и разносится оттуда. Люди, которые любят все это выслушивать, выполняют роль заразной мухи, как говорит Влатоуст. Проходит время. Плоды растут. На этом учатся дети и растут такими же дерзкими. А эта дерзость проявляется и на родителях, и на других. Так. Через смирение. Кое-что нужно забыть, кое-что остановить, не двигаться дальше. Научимся узнавать закон. В первую очередь божественный, затем государственный, деревенский. У нас одно из правил деревенского устава – быть ревностными в его исполнении. Богу нашему слава! Слава! Это вот занятие. Конечно, тут вопросы какие-то задают. Но тут вот самое основное взято. Отпечатано. Отпечатано. Отпечатано.